Всем добрый день! Добро пожаловать на мой канал! Hello and welcome to my channel! Урок номер 159, lesson number one, 159 out of 366. И номер один у нас повторение. Here we review vocabulary or grammar. Сегодня мы повторим. Today we're going to review the expression иметь в виду. Иметь в виду means to mean, to, to, yeah, basically to mean. Например, кого ты имеешь в виду? Кого, кого ты имеешь в виду? Who do you mean or who are you talking about? А вот, кого ты имеешь в виду? Кого ты имеешь в виду? Кого ты имеешь в виду? Тебя, конечно. Тебя, конечно. You, of course. I mean you, of course. Of course I'm talking about you. Тебя, конечно. Хорошо. Идём дальше. Номер два у нас глаголы. Verbs. Глаголы. Один. Here we'll talk about imperfective aspect. And today's verb is уточнять. Уточнять. We are going to conjugate it in imperfective present. Уточнять means to clarify, to specify, to verify, to explain. Например, for example, я просто уточняю некоторую информацию. Я просто уточняю некоторую информацию. Я просто уточняю некоторую информацию. I'm just very fine some information. Я просто уточняю некоторую информацию. Хорошо. Ты уточняешь. Почему ты не уточняешь, если не понял? Почему ты не уточняешь, если не понял? Почему ты не уточняешь? Секундочку. У-то-ч-ня-ешь. Уточняешь. Уточняешь, если не понял. Не понял. Почему ты не уточняешь, если не понял? Why you are not very fine? Why you are not asking again if you didn't understand? Почему ты не уточняешь, если не понял? Хорошо. Why you don't clarify? Why you don't ask for clarification if you didn't understand something? Почему ты не уточняешь, если не понял? Хорошо. Идём дальше. Он, она, уточняет условия. Он, она, уточняет условия. He or she, same conjugation, clarifying conditions. Он, она, уточняет условия. Он, она, уточняет условия. Отлично. Множественное число мы уточняем. Мы уточняем заранее. Мы уточняем заранее. Мы уточняем заранее. We clarify in advance. Before doing something. We verify, we clarify before. Мы уточняем заранее. Вы уточняете данные? Вы уточняете, уточняете данные. Do you clarify the data? Вы уточняете данные? Did you verify the data? Clarify, verify, check. Вы уточняете данные? Хорошо. Они уточняют данные о товаре. Они, our conjugation is, уточняют данные о товаре. Они уточняют данные о товаре. They are clarifying data about the товар, about the goods. About goods. They are clarifying, they are verifying data about goods. Товар, о товаре. Хорошо. Идем дальше. Номер три глаголы. One more time. This time same verb, but in perfective aspect. Итак, and perfective for the verb уточнять is уточнить. With E. Уточнить. Уточнить. Уточнять. Уточнить. To verify, to clarify, to check. Уточнять. Уточнить. We are going to conjugate it in perfective past tense. We will have three conjugations here. Masculine, feminine and plural. Masculine is уточнил. Я уточнил. 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 Checked. Verified. Past tense. Feminine уточнила. And plural уточнили. Now let's put them in context. Итак, я не уточнил подробности. Я не уточнил. Я не уточнил. Уточнил. If you are a man, if you are a woman and I. Я не уточнила подробности. 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 Basically, it means I didn't ask for more details. Я не уточнил подробности. I didn't check the details. I didn't verify the details. Я не уточнил. Уточнила подробности. Хорошо. Ты уточнил. Ты уточнил. Ты уточнил? If you are asking a man, if you are asking a woman. Ты уточнила эту информацию? Ты уточнила эту информацию? Did you verify this information? Did you check this information? Ты уточнил? Уточнила эту информацию? Хорошо. Дальше. Let's continue. Он, она не уточнила точный размер. Он or она не уточнил. Уточни. Уточнил. Masculine for он and for она. Уточнила. With a. Точный размер. Точный размер. Размер. He or she did not check, did not verify the exact size. Точный размер. Он or она не уточнил or не уточнила точный размер. Отлично. Множественное число. We'll have the same conjugation for мы, вы, они. Because it's plural. Мы, вы, они. Плорал из уточнили with e ending. Мы, вы, они не уточнили причины переноса собрания. Не уточнили. Не уточнили. Причины. Причины. Мы, вы, они. Не уточнили причины переноса собрания. Собрания. So, we, you, they did not check, did not verify the cause of the meeting postponed. Переноса собрания. Перенести собрания is to postpone the meeting. So, the meeting was postponed, but we, you, or they did not verify why it was postponed. Did not clarify why it was postponed. Отлично. Продолжим. Номер четыре. У нас idioms or sayings. Одну секунду. Четыре idioms. Idioms or sayings. And today's idiom or a saying is Со всех ног. Со всех ног. Со всех ног means using all your legs. And it means very fast. Очень быстро. Со всех ног. Очень быстро. Very fast. Например, он со всех ног побежал к начальнику. Он со всех. Ног побежал, 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 побежал к начальнику. Начальник. Он со всех ног побежал к начальнику. He, using all his legs, ran to his boss. So, he ran to his boss very fast. Он со всех ног побежал к начальнику. Номер пять. Выражение. Expressions. Выражение. And today's expression is неприятный человек. Неприятный человек. 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 Неприятный человек is unpleasant person. Неприятный человек. Например, какой же он неприятный человек? Какой же он неприятный человек? What an unpleasant person he is. Человек. Человек. Какой же он неприятный человек. What an unpleasant person he is. Какой же он неприятный человек. Отлично. Номер шесть. Грамматика. Grammar. Грамматика. 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 И так. Today we are going to talk about exact time and approximate time. What is the difference? Exact time and approximate time. Approximate time. So, exact time is, for example, let's come up with an example. Давай встретимся в шесть. Давай. We are talking about exact time here. Давай. Встретимся. Встретимся. Встретимся в шесть. Давай встретимся в шесть. Let's meet at six. Давай встретимся в шесть. This is the exact time, right? If you want to say in approximate time, you will... Вшесть. Let's add... You can use just вшесть. You can say just вшесть. Or вшесть часов. Чисов. Давай встретимся в шесть часов. At six o'clock. Or you can say just at six. Вшесть. Without o'clock. But we will need it for our next example. Итак, to say an approximate time, approximately at six, you will have to put часов here. Например, for example, давай встретимся часов в шесть. Давай. Давай. Встретимся. Встретимся. Встретимся часов. Чисов в шесть. And here we are talking about approximate time. So, let's meet approximately at six or around six. Because I put часов here before в шесть. Before the hour. It will be... We are talking here about an approximate time. Approximately at six or around six. Чисов в шесть. If you will save шесть часов, that means an exact time. It's six o'clock. Хорошо. Давайте продолжим. Номер семь у нас диалог. Ди-а-лог. Диалог. Итак. Люда. Привет. Люда. Привет. Привет. Means Люда. Hello. Люда is short for Людмила. Russian female way. Люда. Привет. Привет, Данил. Привет. Данил. 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 Привет, Данил. Hello, Данил. Привет, Данил. Hello, Данил. Дальше. Откуда ты звонишь? Привет, Данил. Откуда ты звонишь? Откуда ты звонишь? Звонишь. Откуда ты звонишь? Откуда ты звонишь? Where do you call from? Откуда ты звонишь? Я звоню из Америки. Я звоню из Америки. Я звоню из Америки. Как у тебя там дела? 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 Все нормально. Дела идут. Все нормально. Дела идут. Дела идут. Дела идут. Дела идут. Хорошо. И последняя часть, номер восемь, у нас короткая история. A short story. Короткая история. Итак, первое предложение. Я окончил школу в 2000 году. Я окончил школу в 2000 году. So, let's write 2000 год with letters. So, 2000, 2000. This is prepositional case. When I graduated school in the year 2000. В 2000 году. В 2000 году. Я окончил школу в 2000 году. This is prepositional case. When shows us time. В 2000 году. Хорошо. В этом же году я поступил в университет. 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 Хорошо. В 2001 году я встретил свою будущую жену Надю. В 2001 году я встретил. В 2001 году я встретил. В 2001 году я встретил свою будущую жену Надю. Свою будущую жену Надю. 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 Молодец. Надю. Надю. Okay. Итак, хорошо. So, we will talk about numbers tomorrow, so don't worry if it's something new for you. We'll use prepositional case to say numbers, to say year when something happened. Я окончил школу в 2000 году. I graduated school. Окончил, finished, graduated perfective because it was one-time action and it's done. В этом же году я поступил, this same year I got accepted, I entered, поступил, perfective, в университет. В 2001 году я встретил, I met, the action is finished, so this is perfective as well, свою будущую жену Надю, my future wife Надя. That's all for this lesson. Спасибо большое за внимание. Don't forget to like, to subscribe. If you want to support my channel, you will find some links in the description box below or you can become a member here on YouTube. Don't forget to read this short story for at least 10 times, then write it down in your notebook, then say it out loud without looking at your notes. Don't be afraid to make mistakes. This way you will learn how to speak Russian. Спасибо. Целую вас. Чмоки-чмоки. Муа!